Ну что, добрый день. У вас, может быть, какие-то есть вопросы? У вас микрофон где, далёко от вас? Да, близко микрофон. Так, повторите, что сказали? Я спрашиваю, Бог вам помогает? Да как же они помогают-то? Мне вот 80 лет и дня не было, чтобы он не помогал. Тем более, где я был, там люди мёртвые лежали. А я вышел живой. И всё было, да? Только Бог. Его земля, Его солнце, Его воля. Я отвечаю вам. Господь помогает, потому что мы начинаем утро, мы встаём рано, в 4.40 утра. Мы говорим, что человек должен всё быстро делать, кроме молитвы и чтения Слова Божия. И мы молимся, у нас на Ютубе это стоит. Дальше мы читаем Слово Божие, что говорит Бог. И дальше намечаем дела на день. И за день приходится переделать разных дел много. И в каждом деле Бог ущастся. Если Библию не посчитать, день не пойдёт? Может быть и так. Вы хлеб берёте и едите. И никому не благодарности. А мы берём хлеб. Почему? Благодарность есть. Она в деньгах, мне благодарность тем, кто его произвёл. Вы на полпредложения прерываете, вы ничего знать не будете. Я говорю... Я что хочу... Я про Бога ничего не хочу. Я и спрашиваю. Помолчите. Я вам говорю, что Бога нет. Но я вам доказывать не буду, что Бог есть. Вы спросили, я отвечаю. Что мы просим, Отче наш, Сущий на небесах... Я прошу кратких ответов, а вы зачем-то мне в раздором... Вы агитируете за своего Бога. Я не хочу слушать... Я говорю о том, что вы едите хлеб без благодарности, а мы просим у Бога по-разному... Я говорю, что я благодарен людям. Да людям это люди, люди. Вы о Боге спросили, я о Боге говорю. Мы говорим, хлеб наш, Сущий, подавай нам на каждый день. Что вас так жгут эти слова? Они божественны, они прожигают человека. Вот мои слова. Вот так. В любом месте. Моё сердце благодарно Богу, который дал солнце, небо, звёзды. Это люди разъедали? Дал разум. Всё, что я желал. Большой взрыв дал нам солнце. Ещё раз говорю, Бог делает то, что человеку невозможно сделать. Вот вас... Человек может всё. Человек может всё. Вы найдите ещё то... Человек может полетел, доказал таким, как вы, что земля круглая и вертится вокруг солнца. Но после 19 века верили, что земля плоская. Только не ругайте сейчас. Вы сейчас материться начнёте. Нет, но вы на меня покричали. Я вам отвечаю. Отвечаю, что Бог делает. Вы дайте мне то же слово. Я конкретно говорю про себя. Ну, вы мне с полу не дайте сказать. Вот кто вам дайте полуправа. Вас ничего нету сказать. Да только пошуметь. Нет, зачем? Я вам... Вы сейчас можете при мне не пить. Все пьют и едят. Голые мужики лежат. А что? Без Бога. Здесь половина голые мужики. Я не буду пить. Вот не пейте. Слушайте внимательно. Зачем? Мне 80 лет. В два раза больше вашего. И что? Я не дома сидел. Я проповедовал. Я делаю. Ну, вы реплики не давайте. Ну, помолчите маленько. Как баба какая-то. Язык не держит. Господь, Бог позволил мне за 9 лет издать 38 томов. Я решил подарить библиотеке мира. Мы живем в Барнауле. Мы проехали до Дальнего Востока, Владивосток. Потом до Лиссабона. Прибалтику, Скандинавию. Я подарил 650 библиотек городов мира. Это невозможно сделать? Это невозможно. Это невозможно. Когда за слово Божие меня арестовали, я думал, как там будет. А мне пришлось 6 тюрем пройти и лагерь смерти. 26 лет мужчине за плечами. Люди падали. Убивали при мне людей. Убивали. А меня обходили вот так вот дальше. Ну, так кто такой грамотный? Ну, вы интересны. Вам Бог помогает. Вы вопрос задали. Я рассказываю. Я просил. Мне достаточно было бы либо да, либо нет. Да это вам ничего не даст. Я делаю то, что запечатлеет вам. Я вам говорю, биография такая-то. У вас какая-то спесь появилась ко мне из-за того, что я перебиваю вас, пытаюсь вам сказать свою точку. Так, давайте простимся. Вам это не нужно знать. Все, пока. Пока. Давайте, до свидания. По-хорошему. До свидания. У вас там свету нету, наверное. Мы здесь находимся в этом чат-рулетке. Людям возвестить о любви Божией. И просим Бога, чтобы послал добрых проповедников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, чтобы люди услышали о любви Божией, как Бог любит человека. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. А люди этого не знают. Плотская любовь называется. Скотское совокупление, мерзости. Голые валяются здесь. И мы им считаем Евангелие, Псалтырь. У вас какие-то звуки едут непонятные? Слова не слышны ни одного слова. Вот сейчас так слышно будет. Поближе микрофон держите. Может, у вас какие-то вопросы есть? Ну, вот так. Вы можете зайти на наш канал, называется «Восвете Библии», очень большой. Там ответы дойти можно. Мы строим православную деревню с нуля. А где это? Алтайский край. А я сам мусульманин из Чечни. Ну, мусульманин, да тоже они любят. Мусульмане добро любят они, делать добро любят. Я их хорошо знаю. Я в лагере сидел с ними. Дай Бог вам здоровья. Ну, всего хорошего. До свидания. И внимательно. Запомните очень хорошо. Есть такая пословица русская. «Без Бога не до порога». Почему? Потому что без Бога люди звереют. Они на людей не похожи. Вот в этой рулетке. Всякое безобразие показывают. Вот так. Видишь, уже начал головой крутить. А тебе уважения никакого нет. Понимаешь, нет? Ты моложе меня в 10 раз и показываешь себе. Ну, какой же ты вырастешь-то? Ты будешь хамом. Тебя никто не будет любить. Тебя бить будут, как собаку. А эта девушка есть? Мы пришли сюда возвестить о великой милости Божией. Чтобы люди жили по заповедям Божьим. Иначе ничего у них нет. Есть такой фильм «Класс». «Класс» называется. Когда издевались над двумя мальчишками, они пришли и расстреляли весь класс. Как дела, девушка? Во славу Божию. И легко, и свободно. Ты откуда? Да дома сижу. Неоткуда я. Так как был, так и есть. И вчера тут же был. Хм. Я в Краснодарского края. Где живешь, вопрос. А откуда? Откуда я? Никуда не двигался с места. Алтайский край, город Барнаул. Ух ты! Сейчас у нас там еще зима. Да, зима уже на исходе. Уже все растаяло, ручьи бегут. Не, у нас было 18. Ну, вот так. Мы благодарим Бога за новый день. За радость, которую Он дает. Чтобы можно возвещать людям о спасении во Христе Иисусе. Что Иисус Христос умер за наши грехи. И Он говорит, что покайтесь и веруйте в Евангелие. И когда люди верят в Евангелие, меняется вся их жизнь. Она не будет пустой и бесцветной. У вас, может, какие-то вопросы есть? Так. Вы Евангелие считали когда? Еще нет? Не знаете, да? Ну, я вам покажу. Смотрите. Вот эта вот книга, как называется? Библия. Господь говорит, что после смерти другая жизнь, когда все люди воскреснут. И отвечать придется за каждое слово, за мысли, слова и движения. Вы в храм-то ходите? В церковь ходите? Я плохо слышу. Тоже не знаете, да? Ну, видите, вы когда по отдельности, с вами можно разговаривать. А когда вместе, то вы друг перед другом показываете, какие вы смелые ребята. Чтобы над вами... У вас такие крутые, наругательные, кто-то сел. Понятно. У вас вопросов никаких нету о спасении души, о вечности? Нет, нет. Ну, все. Что делать? А если я знаком вот с такой книгой, то вы сразу решите, что есть о чем поговорить. Это что за книга? А вы считать по-русски умеете? Библия? Библия. Библия. Ни своего учения, ничего. Вот здесь, на рулетке, 80% мусульман. Зачем, я говорю, пришли? Зачем? Сюда. Это место разврата. Хохочут, сидят. Я говорю, тебе дома за 4 жены надо деньги платить. А тут 44 голые, и бодаром. Вот ты и пришел сюда. Этот, я вас не перебил, я вас выслушил. Теперь хотелось бы сказать, что эти 4 слова, которые я сказал, это только самая основа положения, которую должен знать. Нет, брат, не эта основа. Я сейчас покажу вам основу, где. Почему вы меня перебиваете, если вы хотите поговорить? А вот смотрите. Видите внимательно. Что написано? Коран. Коран. А что это за книга? Вот вы ее читали хоть раз? Я, если честно скажу, я не читал. Ну вот и все, все ваше мусульманство и кончилось на бабах. Почему на бабах? Другого-то нет ничего. Почему, почему? У нас приезжают тут на базаре, толгруют мусульмане. Так, интересно. По 10 жен главное, а дома он бережет свою. Это неправда. Это правда, абсолютная правда. Я среди мусульман был и сидел в лагере с ними. Неправда. Еще какая правда. Мы в доме мулыны, в доме мулыны чевали. Ехали когда с миссионерской поездки. В мечети молились. Ну вот скажите, разве вот вы узнаваете все Бога ближе и ближе? У меня благодарность от Рамзана Кадырова. А почему вы, как это, представляете, зная другие конфессии, начинаете оскорблять их? Да я вас не оскорблял, я просто сказал о людях, которые здесь. Да, о людях оскорбляют. Это не конфессия, это блудство. Еще раз говорю, смотрите. Знаете, вот муравейник, да? Когда в нем один муравей что-то неправильно делает, это не значит, что весь муравейник теперь плохой. Правильно же? Муравейник также дальше достраивается, все сделается. Но от одного человека нельзя судить всю нацию религией. Да не одного, 80%. Одного, одного. Чего прикрываешь, что ли? Кого обмануть хочешь? Они сами сознаются. Я им говорю, они хохочут, говорят, ну как ты нас раскусил. Ну уж печальные, значит, те люди, которые... Да, да. Это Господь так делает. Это, знаете, это вам неспособное испытание тоже от Господа Всевышнего. Вы Библию считали когда-нибудь? Библию считали? Библию не считал. Они считали. Я не считал Коран. А я Коран весь прочитал и книгу написал об этом. Каждую сурой, аят сравнил с Библией. Вам ничего не надо говорить, только слушать надо. Вот мы и слушаем вас, вас. Вот так. Надо знать священное писание. Мы молим Бога, чтобы послал миссионеров к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Чтобы они рассказали о любви Божией. Чтобы Бог отдал Сына Единородного за грехи людей. Чтобы люди веруя во Христа Иисуса души спаслись. Чтобы в ад не пошли. У вас об Адде очень хорошо написано в этой книге. Какие там муки будут? Это у меня брат читал весь Коран. Он младше меня, ему 23 года. Он мне рассказывает, когда мне страшно бывает. Плакать хочется, зная, что там есть. Какие мучения в могиле? Не в могиле, а в аду. В той жизни, когда тела воскреснут. В могиле, кроме червей, ничего нету и не будет. Не буду я с вами спорить по этому поводу. Нет, я не спорю. Я вам возвещаю. То есть, спорит, кто ничего не знает. Тот спорит. Я же говорю про это, но не буду лишнего говорить. Знаете? Вы про Христа слышали? Кто такой Христос Иисус? Это послание Всевышнего Бога. Вот. Это наш пророк. Пророк. А он является не пророк только, но второй лицо Святой Троицы. Ну, это уже... То есть, христианское, скажу. Не в мире, а как правильно сказать. Так, ну ладно, давайте прощаться. Тут у нас разговор такой идет медленно. У меня время даже на это нет. Если я вам буду нужен, вы зарядите в скайпе Игнатий Лапкин. И вы меня найдете. Игнатий Лапкин. Рад был с вами поговорить. Всего вам доброго. Спасибо, Христос. Всего хорошего вам. С Богом. Спасибо, Христос. Откуда вы это знаете? Верить, не верить, решайте вы сами. Господь отдал Сына за нас, Единородного. А ты не поверил. Пойдешь в ад. Откуда вы это знаете? А я вот откуда это знаю. Глаза откройте хорошо, и вы увидите. Что это такое? Библия. Вот она как раз открывает это все. Здесь Евангелие. О любви Божией. Откуда мы узнаем, как человек живет и для чего должен жить? Не для злой травы. Там на курице, и, говорится, глаза не разлепят. А если я, допустим, язычник? Если что? Если я язычник. Ну, а язычник это никто. Так, как они сами себя называют этим именем. Ну, что язычник? Он дереву поклоняется. Бога он не знает. Молиться некому. Никакой нормативки. Да ничего нет. Язычество – это служение демонам. Дьяволу. Прямо. Принося жертвы. Язычники жертвы приносили какие? А почему так думаете? А вы так почему думаете? Я не думаю, это Писание говорит, Библия говорит. Язычники, принося жертвы идолам, приносят жертвы бесам. Вот как написано. Я что придумаю? Мне не надо придумывать. Язычник. Моя племяшка, она вообще атеистка. Ну, атеисты. Атеисты – это означает верить в нуль. В дырку от Бублика. Ну да, она не верит вообще. Но еще хорошего в этом. Для чего живет-то? За смертью что ждет его? Я и прошу вас. Это как это? Правильно или нет? Псалтерий, 13-й Псалом, 52-й говорит, сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. А какая причина? Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро, нет ни одного. Вот и причина. 3000 лет назад написано. А во что верить тогда? Верить в Иисуса Христа, который умер за наши грехи, чтобы жить для Него. А вы вообще видели этого Христа? Да если бы я вас не увидел сегодня, то я знал, какой вы будете без Бога. Вы говорите, как после глубокого, говорится, Будуна. Нет, я бы хотел верить в Бога, а Он есть вообще? Да зачем вам верить-то в Бога-то? Если душа сатане продана, тебе ничего не надо. Умрешь и в ад пойдешь. Зачем тебе Бог-то? И не надо верить. А вы верите в ад? Я верю и в ад, и рай есть. Это несомненно. Люди говорят, у нас, говорят, как в аду. Есть ад и рай, что ли? Да, все, пока до свидания на этом. Верите в Бога. Пост еще идет. Погромче, микрофон рядом, подставьте к себе. Добрый пост еще идет. А ведь, по-моему, телефон и чат-рулетка сегодня от Бога. Это сатана придумал. Это развращение верующих. Вы сейчас будем разговаривать. Вы только не ругайтесь. Ни одного слова плохого не говорите. Хорошо, я не ругаюсь. Вот так, держите микрофон дальше. Я хочу вас тогда спросить. А вы вот эту книгу держали в руках? Я ее читал, и не раз. И читали не раз. И что вы из нее самое главное узнали? То, что религия – это обман средств управления людьми. Вот так. А кто это написал? Написали люди, которые хотели управлять другими. Да как мог управлять рыбак? Кроме сети, дырявой, ничего не было. Что? Господь говорит, вымывали сети. Очень спокойно. Главное – зацепить людей верить. И не силой, а словом. Если человек умеет донести слово, то все. У вас какая цель жизни? Скажите, какая? Цель жизни? Прожить ее максимально красиво для себя. То есть быть эгоистом? Нет. Никак нет. Вы красивее, чем Адольф Гитлер, Алоизович, не проживете. И он говорил, совесть – это выдумка евреев. Именно так и есть. Вот так и есть. Уже все. Фашизм уже в обнимку пошел. А фашизм? Адольф Гитлер не был фашистом, он был нацистом. Это разные вещи. Насколько они разные? Объясните. Нацизм был менее гуманным, чем фашизм. И они были придуманы разными людьми. Вы хорошо знаете, что такое фашизм? Относительно. Мне это не особо... Переведите хотя бы слово, что оно означает. Ой, я сейчас вам не скажу. Это не беда. Я вам объясню. Фашизм означает связка, пучок. А коммунизм – это коммунизм. Коммунизм вместе. Это одно и то же слово. У нас называется вождь, у них фюрер. Ну, назови Сталина фюрером. Обидятся. А другого перевода нету. А по-итальянски – дучи. Это люди... Это нормально. Ну, нормально. Я не говорю, что ненормально-то. Но дальше-то куда идёт? А, извините, подождите. Бог – это кто? А Бог – это кто? Ну, он Бог и есть Бог. Кто он, Бог, есть? Бог. Это выдуманный персонаж. Какой? Когда его кто выдумал? Те, кто хотели управление... Только не ругаться, договорились. Не материться. Вы сейчас увидите Бога. Бога я сейчас вам покажу. Я Бога не видел. И его изображение – это не факт его... Да не это, не это. Это не его существование. Нет, я изображение показывать не буду. Знаете, мы едем в трамвае... Нет, не в трамвае, а в электричке. А там сиденье вот такое, вот так вот. А сидишь, а весь вагон видать. Ну, молчат все. Я с одним человеком разговариваю. Я говорю, хотите, я вам сказки почитаю? Все. Да давай, мужик тут. Я им начал считать северных народов сказки. Прочитал немного. Я говорю, а хотите о Боге? Бога нет никакого. Я говорю, а дьявола? И дьявола нету. Это Валант, мастер Маргарита. Говорит, надо же, ни Бога, ни дьявола нету. Его в Басилашвили там играет. И вот здесь я говорю, а хотите, я вам сейчас дьявола покажу? А где он? Я говорю, внимательно слушайте. Значит, сказки северных народов. Весь вагон согласился ослушать. Теперь слушайте еврейские сказки. Я беру Евангелие. Вот оно отдельно. И стал считать. Я могу считать. Мужик там один сразу соскочил. Ну-ка, давайте ему по затылку, чтобы замолчал. Что он тут агитацией занимается? Это годы советской власти. Это я говорю, вот он вылез. Любые сказки, любые побастенки, анекдоты, он сидел бы. Но как только открыл Евангелие, сказки, он сразу поднялся. И при том, у него добра нету. Он идет. И что интересно, а мы сидим двое с человеком. А человек этот... Он идет.